Привет, Ютуб, с вами Ларин, и сегодня я хотел бы поговорить о дичайшей ситуации, которая произошла с Настей Шпагиной, которая безумный хирург, испортил нос, а потом угрожал ей и вел себя как полный псих и потенциальный насильник. Ну, именно об этом он и говорил, вкидывал ей угрозы. Ну, мы познакомимся потом. Зачем ты меня доводишь? Чего поругаться хочешь? Давай поругаемся. Береги себя. Когда бронированные окна себе купи, ну, нахуй, каску с бронежилетом, понимаешь? Животное, приконченное, нахуй, до вечера не удалишь пиздать. Но в то же время я хотел бы напомнить о том, что Настя Шпагина это не самая обычная девушка, а это популярный видеоблогер, а этот хирург не самый обычный врач. Как вы понимаете, много ли вам врачей встречалось на жизненном пути, которые, ну, вам угрожают расправой? То есть это не обычные люди. Одна популярная, второй сумасшедший. Так вот, я хотел бы оценить этот случай и последствия его уже с точки зрения именно этих позиций. Что произошло, что есть популярность, что есть успех, чем это чревато, плюсы и минусы, и поэтому, ну, я расскажу на своем примере. Начнем с плюсов. Если ты популярный, все-таки, наверное, у тебя есть деньги, ну, потому что популярность, она, ну, если ты не совсем фрик, типа Сиранхелия, и все тебя знают, или Вова Маса, который делает дикие вещи, это все-таки связано с финансовой стороной вопроса. У тебя денег больше, чем у среднестатистического человека, представительно, например, даже среднего класса. Ну, кроме, наверное, меня, которого все ненавидят, рекламодатели ко мне не идут, прибедняться не хочу, но ситуация такова. Когда Николай Соболев у Дудя рассказывает о том, что у него доход 3 миллиона рублей в месяц, я заплакал и, типа, долго сидел в туалете с мокрыми щечками. Второй момент, это обаяние. Обаяние не в том смысле, что ты становишься привлекательнее. Обаяние, это как бы тот момент, когда люди тебя воспринимают серьезнее. То есть, если ты, например, хочешь выдавить слезу, то, рассказывая грустную историю, многие заплачут. Если ты хочешь напугать крича, то, наверное, это тоже зайдет лучше. И если ты рассказываешь на серьезных щах, как Николай Соболев, серьезную историю, то она заходит лучше. Ввиду этого же обаяния, ты можешь получать какие-то блага или возможности, не платя за них. Просто потому, что ты есть вот такой. Например, тебя могут подвезти таксисты, узнав. Тебе могут бесплатно предоставить большой капучино в каком-нибудь заведении, что сейчас со мной происходило. И тебе могут дать женщины. Да, то есть, склеить девушку для тебя проще. Просто потому, что мистический, полувоздушный масштаб твоей личности больше. Все у тебя получается лучше. Ты становишься более уверенным в себе, потому что, ну, после таких вот подарков, судьбы, и после того, как ты рассказал в пяти сотнях роликов тысячи или миллионы даже слов, ну, в зависимости от того, власть плей это или нет, то, наверное, наверное, ты становишься более уверенным в себе. Ты лучше говоришь. Как говорил Ларри Кинг, я знаю огромное количество успешных людей, но всех их отличает лишь то, что они умеют хорошо говорить. Поэтому ты становишься уверенным в себе. Это без брендов. И самое интересное, как я считаю, это то, что ты можешь устроить резонанс. Потому что тебя слушают, потому что, если ты делаешь все правильно, и люди внемлют, и рождается эмоция в их головах от твоих мыслей, то, соответственно, ты можешь устроить резонанс. А тем временем в создании этого ролика мне помог магазин всемайки.ру. Отличное качество, большой ассортимент, возможность по своему дизайну напечатать футболку, скажем так, для Версуса. Футболку со своим принтом YouTube Battle я спешно печатал у них. Все прекрасно получилось. Я имею в виду футболку, а не само выступление. В общем, если вас заинтересовал, то ссылка на все майки в описании. По промокоду от меня будет еще и скидка. Минусы начинаются с преследования. Ну, если ты интересный, кто-то ограничится тем, что сфотографируется с тобой, кто-то пожмет тебе руку, а кто-то будет выслеживать тебя и пытаться сделать дикие вещи. В любом миллионе подписчиков есть псих. Ну, этого просто не может не быть, потому что YouTube это все-таки люди. Если мы берем группу людей, среди них наверняка найдется псих. Возможно, их сотни. Попытка убить. Вас могут попытаться убить. Меня пытались выловить, мне даже угрожали на стримах тут недавно. Три раза подряд некоторые человек скидывал там, правда, по 660 рублей. За это ему спасибо, но каждый раз он вкидывал всю новую угрозу на последнем стриме. Вы можете посмотреть много фактов в истории массовой культуры, где популярные люди погибали от рук. Ну, вы понимаете, психов опять-таки, тех же самых. Например, Леннон, которого убил сумасшедший. Так что еще один минус, это, естественно, угрозы. Даже если они не реализуются в жизни, то это, как минимум, подрывает ваше здоровье. Я знаю, что многие ютуберы популярные, привет коллеги, запираются в своих квартирах, держат огнестрельное оружие, колюще-режущее, шокеры, баллончики. Ну, наверное, человек с шокером и баллончиком немножко напуган за свою жизнь. А быть напуганным по жизни, это не круто. Сложность передвижения. Я обожаю метро, обожаю питерские улочки, Невский проспект. Я там брожу постоянно, но дело-то в том, что люди подходят постоянно, пытаются сфотографироваться, и это затрудняет тебе передвижение. Я хочу наслаждаться городом, прогулкой, быстро передвигаться пешком, на велике, но тебе мешают. Лезть или безящие люди, это совсем ужасно, то есть, опять-таки, то самое обаяние, оно играет в злую шутку. Ты ощущаешь, что люди рядом с тобой начинают вести себя странно. Это минус, по крайней мере, для меня. Я не знаю, может, кто-то из вас собирает нам свиту и устраивает секту, но, чуваки, я не из этих. Я знаю, что многие ютуберы этим грешат и даже едут немножко крышей на этой почве. Нет, чуваки, вы не боги. Вы такие же мрази из плоти и крови. У вас протекают те же самые жизненные процессы, что и у ваших подписчиков. Вам просто повезло. Итак, я обозначил, наверное, все плюсы и минусы для себя, по крайней мере, что есть популярность. И оценим сейчас ситуацию с Настей Шпагиной. То есть, она не зажалась, ей стало не стыдно за эти вещи, она не испугалась. Но мы помним, что от рук этого человека пострадало огромное количество обычных девушек, которые были запуганы им таким же образом. С Настей это не прокатило. И они не могли ничего сделать. Любое заявление в полицию или просто страх перед тем, чтобы обратиться в органы власти, ну, не дали делу ход. Она сделала все правильно. Но я видел, насколько сильно она страдает сейчас. И все видео наполнены слезами, подавленностью, она не уверена. Надо понять следующее, что популярность это обаяние, как я уже говорил, и возможность устроить резонанс. То есть, если у тебя есть обаяние и популярность, и правда на твоей стороне, ты можешь провернуть все, что угодно. Это как микрофон на стендапе по отношению к хейтеру, который кричит тебе, к хеклеру, простите, который кричит тебе оскорбление. Ты всегда победишь, если ты не зажмешься. Ты должен понять, что микрофон это победа. Если у тебя микрофон, ты его сделаешь. И таким образом я на своих несмешных стендапах, по крайней мере, унижал хеклеров. Такая история. Так что Настя не должна зажиматься, не должна, в общем-то, рефлексировать и паниковать. Она, наверное, не дошла до всех вещей. Надо было просто действовать и убивать в чертовой матери тех мразей, которые этого достойны. Убивать, естественно, не нанимать там каких-то психопатов, чтобы убить этого врача, а, в общем-то, убить его карьеру. Я бы поступил именно так. Я бы сделал так, чтобы его фамилия ассоциировалась у людей как психопат и сумасшедший мясник. Вот и все. Поэтому, Настя, действуй, желайте успехов. Особенно не бомби от того, что я на стриме сказал, не вешай нос. Я имел в виду это. Естественно, я не хотел тебя подъявить. Всем пока, до свидания, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, с вами был Ларин.